Эти посылки землякам собрали жители района меньше, чем за две недели. Приемные пункты действовали в администрациях сельских поселений. Приносили нужные вещи для близких родственники. Монахини Иоанна Веденского монастыря тоже подключились к акции тепло родного дома. Собрали теплые вещи, брюки, светерочки, варежки, носки. Мы положили немножко конфет. Хотелось бы, чтобы все, что собрали с такой душевностью и теплом, все им подошло и понравилось. Божьей помощи вам, ангелы-хранители. В первый этап акции жители района отправили бойцам 19 посылок. Сейчас собрали почти 70. Главы сельских поселений, школы, библиотеки, просто соседи. Акция очень объединяет людей, потому что с теплой, с душой приходят, приносят посылки, очень переживают. Посылки 100% доходят до солдат, поэтому они уже ответные нам приветы высылают. И в интернете я от родственников, что очень благодарна за такую организацию. В четвертый раз Центр социального обслуживания населения отправляет автомобиль с подарками в Тюмень для доставки в зону специальной военной операции. Полная машина, даже на сиденьях вместо молодых и остается еще. Как будто я там тоже помогаю солдатам. У меня было два деда и дядька. Дядька похоронен на Украине. Плохо, что Запад тоже им помогает. Хотелось бы мира во всем мире. Подарки от земляков вручат уроженцам Тобольского района в День защитника Отечества. Светлана Галякова, Ольга Куречко, Михаил Куречко, Тобольское время.